Хотелось бы начать с вами разговор. Такая тема интересная по поводу Тимура Иванова. Это замминистр Шойгу. И его арестовали. Могли, я так понимаю, не арестовывать. Вопрос там как бы коррупции. Коррупция Путина не волнует, но всё-таки мы увидели этот арест. И многие издания сейчас строят конструкцию, где говорят о том, что после инаугурации, после так называемых выборов Путина, будет меняться вот это вот в состав. Хотя при этом они указывают важность именно лояльности ближайшего окружения. И тут, в общем-то, есть некоторое недопонимание. Говорят, что Шойгу уже всё, вот скоро и до него как бы руки дойдут. А с другой стороны, за всё это время он как бы никого не менял. Что вообще происходит? Ну, вообще, это борьба пауков в банке пауков. И, срок говоря, я считаю, что эта тема чрезвычайно переоценена. Потому что здесь я с вами абсолютно согласен, что для Путина никакая борьба с коррупцией вообще не является темой. Для российских правоохранительных органов никакая борьба с коррупцией не является темой. Это всё разговор для бедных, для идеалистов, которые считают, что чего-то там кто-то с кем-то борется. Нет, это борьба внутривидовая. И, конечно, это борьба башен Кремля. Это наезд на Шойгу. Учитывая то, что сейчас готовится инаугурация, а после инаугурации обычно всегда правительство уходит в отставку и формируется новое правительство. То есть, судя по всему, кто-то вокруг Путина, Патрушев, Бортников, там ещё кто-то, задумали какое-то, может быть, какое-то своё усиление и используют свои аппаратные возможности для того, чтобы ослабить конкурентов. Но, с другой стороны, мы понимаем, что на такой арест, безусловно, была отмашка дана самим Путином, потому что такие аресты не происходят просто так. С другой стороны, вы знаете, Шойгу хоронили уже много раз. Его хоронили физически, говорили, что его там убили в феврале или в марте месяце 22 года. Его хоронили аппаратно уже 25 тысяч раз. Но он, тем не менее, самый долгоиграющий министр путинского правительства, потому что он сидит со времён Ельцина. Никого, кто дольше сидит в правительстве, чем Шойгу, нет. Плюс получается так, что идёт война, и замена военного министра во время войны – это, в общем, не всегда самая хорошая вещь, если только не происходит какая-то жуткая ситуация на фронте, а такая жуткая ситуация на фронте была в 22-м году весной, была в сентябре 22-го года. И тем не менее, ни тогда, ни весной, ни осенью 22-го года Путин Шойгу не менял. Сейчас, наоборот, ситуация, кстати, изменилась. Сейчас ситуация, можно сказать, для Российской Федерации, не скажу, что хороша, но, в принципе, лучше, чем для украинской стороны. И поэтому на этом фоне менять министра военного – это, в общем, довольно странная штука. Тем более, что о кого он им поставит, потому что он должен поставить кого-то близкого и кого-то, кто будет ему так же предан, как Шойгу. И это не факт, что он сможет найти такого человека. И поэтому, вы знаете, я, откровенно говоря, думаю, что это просто такой проходной ход во внутриклимёвской борьбе башен. И самое главное, что нам надо набраться терпения. Мы записываем нашу передачу в понедельник, 29 апреля. Осталось буквально неделя какая-то, 10 дней, и станет всё понятно. То есть нам, грубо говоря, надо посмотреть на состав нового правительства. И как только мы посмотрим на состав нового правительства, мы поймём вообще, о чём идёт речь. Потому что до сих пор не очень понятно, потому что ведь этого Иванова сначала вроде арестовывали за какую-то там взятку, а теперь, говорят, его поместили в следственный изолятор Лефортова, а это следственный изолятор Федеральной службы безопасности. И говорят, что ему шьют какую-то историю то ли с госизменой, то ли ещё что-нибудь такое. И это довольно странная вся история. Другое дело, что предъявить ему претензий можно огромное количество. И в этом смысле коррупция — это самое малое, что ему можно предъявить. То есть, грубо говоря, он мог быть коррупционером. Есть коррупционеры гораздо больше его. То же самое Шойгу гораздо больше. Сам Путин коррупционер на порядок больше Шойгу, и, значит, на два порядка больше, чем Тимур Иванов. Но у Тимура Иванова проблема заключается в том, что он такой тиктоковец. То есть он выкладывал свои какие-то фотографии со своими жёнами, бывшими и нынешними. Все там они ходили в дорогих нарядах и так далее. И вот это могло не понравиться. Но почему это не понравилось сейчас? Потому что на него расследование Навального было год назад, ровно год назад. Тогда Путин никого не стал снимать. И вдруг вот сейчас он начинает снимать. Странная история. Потому что для Путина я понимаю, что политически, если бы он хотел показать, что он борец с коррупцией, тогда ему надо было делать это во время предвыборной кампании. Сейчас вроде как кампания закончилась, и инаугурация ещё не состоялась. То есть странная вообще вся эта история. И она, в общем, похожа, что там просто какие-то личные счёты кто-то сводит. У меня такое впечатление. Потому что я не вижу политической рациональности во всём деле. Потому что рациональность была либо накануне выборов политическая, показать, что ты крутой, что ты там снимаешь коррупционера. Либо уже после выборов, когда ты влез в должность, стал новым президентом и показываешь, что ты начинаешь какую-то там кампанию борьбы с коррупцией. А когда всё это делается накануне, то это, в общем, выглядит как просто борьба внутриаппаратная за какие-то аппаратные позиции внутри Кремля накануне как раз инаугурации и смены правительства. Значит, следим. Значит, следим в таком случае. Вот из Соединённых Штатов летит ли такая, знаете, весточка или предложение даже к россиянам, не знаю. Госсекретарь США Интони Блинкин говорит, что как только Россия продемонстрирует, что она действительно готова к переговорам, мы обязательно будем там. И я верю, что украинцы будут там. Он также заявил, что России пришлось приложить огромные усилия, пытаясь обойти экспортные контроли, санкции. Но Москва переориентировала свою экономику таким образом, который не является устойчивым. Это может сработать в ближайшей перспективе, но не может быть устойчивым именно в долгосрочной перспективе. Россия слабее экономически, слабее в военном отношении, слабее дипломатически в большой части мира. Не во всём, но в значительной его части. Вот такой вот комментарий глобальный. Рассматриваем ли мы его с точки зрения того, что как бы Россия говорит, что ребята, давайте вы уже делайте какие-то реальные шаги, а не вот это вот всё, что вы делаете. Либо нет. Нет, я думаю, что это как раз похоже на то, что это такая попытка, потому что такую же попытку делал Макрон с его министром вооружённых сил, когда пытались звонить Путину. Потому что, в принципе, я вам должен сказать, что, конечно, затяжная война Российской Федерации в Украине, она не очень устраивает мир, в том числе и западный мир. И всем бы хотелось, чтобы это всё-таки закончилось, потому что слишком большие опасности, вот там постоянно говорят о каком-то ядерном конфликте и так далее. И то есть вот это всё слишком опасно для мира. И я не думаю, что есть какие-то люди, которые прямо говорят, ну, мы будем там упираться рогом до последнего, и никаких попыток не будем делать, и никакие соглашения не пойдём и так далее. Это не похоже на западный мир. Западный мир всегда — это мир компромиссов, это мир даже, в общем, предательства, строго говоря. Вот Соединённые Штаты Америки предавали многократно, и не одну только Украину. Вот там многое зависит от расклада внушно-политических сил. Сейчас идёт президентская гонка. Не очень понятно ещё, чем закончатся эти президентские выборы, потому что Байден вроде бы стал отыгрывать у Трампа, и у Трампа там не очень хорошая ситуация. Но в любом случае никакая социология, никакие предсказания не работают до дня выборов. И всё решается в итоге в день выборов. И вот от того, как всё это дело решается, зависит судьба Америки, судьба страны. И в этом смысле, конечно же, есть какие-то постоянные разговоры о том, что всё-таки надо вести какие-то переговоры. И они, скорее всего, даже есть какие-то переговоры, такие не совсем прям сепаратные, вот так как «В 17 мгновение весны» там Вольф с Алленом Даллисом в Женеве. Но всё равно контакты есть. И, в общем, грубо говоря, западному миру, конечно, западный мир понимает, что слишком большие ставки у этой игры, слишком негативно сказывается вся эта война на мировой экономике. В принципе, мировая экономика, от неё зависит благосостояние государством и так далее. И поэтому, конечно, какие-то переговоры будут вестись. Но обратили вы внимание, что они всё-таки в Соединённых Штатах Америки даже в этих фразах Блинкина упоминали Украину. То есть они говорили, что они давали как бы публичное обещание, что за спиной Украины ничего не будет решаться, всё равно решать будет всё Украина. Вот другое дело, что Украину можно принудить, или принудить, я не знаю, по-русски правильное ударение, по-моему, принудить, к миру. Потому что Украине показали, что без американской помощи, которая не приходила в 8 месяцев, она, в общем, долго не продержится. И сейчас, когда проголосовали этот пакет, с одной стороны вроде показали, что мы вас поддерживаем, то есть электорально у Байдена сейчас укрепились его позиции. Он чувствуется, что он чувствует себя на коне. Но одновременно, я так думаю, что всё-таки он же уже пошёл на коренное изменение своей позиции, потому что раньше он говорил, мы будем Украине помогать столько, сколько потребуется, и дадим Украине столько, сколько ей нужно. А потом стали говорить, мы дадим Украине столько, сколько сможем. А потом даже то, что сможем, вот они торговали, значит, 8 месяцев давать это или не давать. То есть, в принципе, всё равно понятно, что есть тенденция к уменьшению поддержки и к небезоговорочности этой поддержки. Но если всё-таки Байден увидел, что оказание этой помощи укрепило его позиции, то, может быть, таки это разыграет какой-то в нём интерес и азарт, чтобы и дальше помогать, потому что он же видит причинно-следственную связь, закономерность эту. Я вообще всегда говорил, давно говорил даже, ну так, в прошлом году не очень активно, но всё-таки даже в прошлом году я проговаривал, что в прошлом году вас вам не поддерживали, вас не поддерживали серьёзно во время контрнаступления, потому что это контрнаступление с победой Украины было невыгодно американцам, оно было слишком далеко от выборов. И, увы, моя позиция, по-моему, и моя аналитика в этом смысле сработала. Вот сейчас, наоборот, я говорю о том, что Байдену выгодно временно, по крайней мере, сейчас поддерживать активно Украину в течение летней кампании, чтобы Украина добилась каких-то побед к сентябрю, октябрю этого года. И тогда это можно будет продать в электоральном моменте и сказать, что вот видите, вот мы поддержали, и вот Украина, значит, добилась каких-то моментов. Но понятно, что за эти 4-5 месяцев Украина не отвоюет Крым и не отвоюет Донбасс. И не отвоюет Запорожье и Херсонщину, те части, которые оккупированы. Значит, всё равно это будет всё относительно. Совсем не факт даже, что что-то удастся отвоевать серьёзное. Ну, понятно, что если будут передачи вооружения большие, всё зависит от того, на самом деле, какой объём оружия дадут. Потому что ведь в прошлом году наступление сорвалось не потому, что ваши, так сказать, военные были глупыми или трусливыми и так далее. Просто они исходили из того, что они планируют свои боевые действия из наличности того оружия, которое у них есть. Если у них есть оружие ровно для того, чтобы защищаться, то они будут защищаться. Если будет больше оружия и можно переходить к наступлению, они будут переходить к наступлению. Вот, в общем, практически всё зависит от того, какое реальное оружие попадёт в Украину. Даже сам факт подписания пакета помощи и голосования его в Конгрессе ещё не означает, что пока что-то изменилось. То есть, конечно, теоретически, символически изменилось всё, потому что пакет проголосован. Но дальше от символики до практики, до фронта огромная ситуация. И мы ждём, что будет на фронте в итоге. Да, ну вы утвердительно сказали, что, скорее всего, там Украина не отвоюет ту территорию и Крым, и Донецк, и Запорожье. Ну, имеется в виду южная часть. Но тут понятны ваши опасения. Я абсолютно понимаю. И многие эксперты, вот сегодня тоже общался с военными экспертами, говорили о том, что эта помощь, она больше про удержание оборонных рубежей и позиций, которые были высвободены и так далее, и тому подобное. Ну, понимаете, я вот для себя оставляю очень такой большой зазор в виде самолётов F-16, в виде ракет Атакам с 300-километровых. Всё-таки это то оружие, которого раньше не было. Россияне не знают, как ему противодействовать, как реагировать. Они уже разобрались, как работать с Хаймерсом. Они там разобрались, как работать, я не знаю, с какими-то ещё другими типами вооружений, которые они не встречали. Даже разобрались, как работать с Патриотом. Но как противодействовать ракете Атакам с фугасной частью, которая летит на 300 километров и достаёт в любой аэродром, в любой боекомплект, склад боекомплекта и в любой командный пункт, они этого не знают. И это вот такой чёрный лебедь, можно ли это так назвать, в общем, фактор, который пока что неизвестно, как может отыграть себя? Ну, вы знаете, во-первых, я не сказал, что вы вообще никогда ничего не отвоюли. Претензий в этом нет. Претензий в этом нет, да. Да, я не вижу, как это можно сделать быстро в ближайшее время. Вот. Дальше просто я не хочу быть, с одной стороны, я не являюсь пессимистом, потому что пакет проголосован, и явно совершенно всё-таки та помощь, которую долго очень тянули, она всё-таки начнёт приходить. Но я не являюсь оптимистом с розовыми очками, который говорит, вот сейчас проголосовали, значит, теперь там через пару месяцев Украина вернёт себе всё. То есть, грубо говоря, ведь даже то, что вы говорите, не противоречит абсолютно тому, что я сказал. Вы сказали, они же ещё не знают, то есть это неизвестность, да, но неизвестность и для нас с вами, потому что мы на самом деле не знаем вообще, как это будет использоваться, когда это придёт и какую роль на фронте сыграет. Поэтому я вас опять возвращаюсь к той фразе, на которой я закончил. Пока мы не увидим, что есть на фронте, какой потенциал реально пришёл с американской помощью, мы вообще ничего не можем говорить. Принимаю ваш ответ. Ну, давайте двигаться дальше. Вот средства массовой информации заполонились новостями о том, что высшему политическому и военному руководству Израиля может быть выписан ордер за действия в секторе газа и тематика чрезвычайно острая. Не скажу, что она сложная, потому что для меня лично тут всё понятно, но оставим это на плоскости обсуждения в том смысле, что новость ещё не подтвердилась. Это пока что тиражируют разные СМИ и ссылаются на свои какие-то источники. Но если это всё-таки произойдёт, то мне кажется, это по-своему будет катастрофой. Вопрос не в том, что кто-то ответственность несёт, кто-то не несёт, и что если человек там даже в благих целях превышает свои полномочия и противоречит закону, он должен нести ответственность сто процентов, но очерёдность этого процесса не менее важна, потому что западный мир посмотрит и увидит, что ага, международный этот Гаггский суд не выписывает ордер за то, что Путин начал войну, но выписывает ордер за то, что Нетаньяху как бы начал условно войну. И значит Нетаньяху плохой, а Путин хороший. То есть это не просто ордер Нетаньяху, это ещё и легализация того, что делает Путин. И вопрос, как так получается у международного уголовного суда, что за какие-то там полгода они нашли причастность Нетаньяху, начальника всяких там разведывательных служб, министра обороны Цахала, причастность к каким-то преступлениям, и не нашли за два с половиной года ничего, никакого ордера на Шойгу и прочую эту гоп-компанию, ничего не нашли за то, что они вот в Украине делают. Это просто нонсенс какой-то. Ну, вы знаете, начнём с того, что вы сказали, для вас всё просто и понятно, а вот для меня как раз ничего не просто и непонятно. Больше того, я вот если говорил, когда я говорил про положение на фронте в Украине, в войне с Российской Федерацией, я говорил, что я в принципе такой как бы либо оптимистический скептик, либо скептический оптимист. то есть в принципе я просто смотрю на развитие ситуации. Вот в ситуации с Израилем я просто скептик на 250%, потому что я просто понимаю, что в секторе газа, где проживает 2,5 миллиона человек, перемешанных с Хамасом, с боевиками и террористами, решить военным способом эту проблему нельзя вообще. То есть в принципе её нельзя решить. Вы можете провести какую-то специальную операцию и уничтожить несколько десятков тысяч боевиков, которые лежат на поверхности, которые реально ходят сейчас с калашами в униформе какой-то и пытаются сделать какие-то террористические акты. Но дальше, когда есть 2,5 миллиона людей, которые жили при этом Хамасе 17 лет, которые голосовали за него, чтобы он пришёл к власти, которые жили под его властью, которые ничего другого не видят и не собираются видеть, то есть вы чего дальше предлагаете эти 2,5 миллиона уничтожить, вот этим занимается кстати Нитаньяхо. Поэтому для него вопрос решён очень просто. Он сказал, что надо просто физически уничтожить всех, кого можно уничтожить, кто только подозревается принадлежности к Хамасу. Но проблема заключается в том, что даже если вы всех так широко уничтожите, даже не просто хамасовцев, а тех, кто симпатизирует и потенциально может стать дальше хамасовцем, то ведь дальше останутся 2 миллиона 200 тысяч. И что с ними делать будете дальше? И чего они будут делать? И как они, где гарантии, что они не воспроизведут этот Хамас через месяц, через 2, через 3? То есть откровенно говоря, я вообще не вижу никакого выхода из этой ситуации, вообще никакого. То есть я считаю, что это абсолютно тупиковый вариант. И здесь у меня даже никаких советов нету никому, ни международному суду, ни Израилю, ни Хамасу, ни арабам, никому нету. Потому что я просто не знаю, не знаю, что делать. Для меня это абсолютно тупиковая позиция и тупиковый вопрос. И на Союз только смотреть. Ну вот то, что вы сказали про Международный уголовный суд, если он предъявит ордер израильским властям, то, как это не парадоксально, это будет хороший аргумент в вашу пользу, потому что основываясь на этом прецеденте, вы тогда можете просто перед этим уголовным судом требовать, чтобы точно такой же ордер выписали Шойгу, Герасимову и всем военным. Потому что Путин уже выписан, но, правда, его выписали им ордер по поводу кражи детей. Потому что он сам признался, это было очень просто выписать. Вот когда человек сам признается, дает признательные показания по телевизору вместе с этой самой, с Беловой, вот, то вот и мы выписали это дело. А по факту воинских преступлений, военных преступлений и геноцида это слишком тяжело было доказывать. И вот если выпишут такой ордер на Таняху, то тогда украинская дипломатия может сказать, ну как же тяжело доказывать, вот видите, значит, вот в Израиле получилось, что ничего доказывать не надо, там просто выписывается ордер, а вы от нас требует, чтобы мы вам там что-то доказывали. Хотя никакого доказательства не нужно. Есть доказательства в Буче, есть доказательства в Ирпене, есть бомбардировки каждодневные мирные инфраструктуры, гибель мирных граждан и так далее. То есть в этом смысле на самом деле такой выписка этого ордера, не надо ее рассматривать как негатив для вас, наоборот, это будет лишний аргумент для того, чтобы точно так и требовать выписку такого же ордера всем военным преступникам в Российской Федерации. Не смотрел с этой стороны. Благодарен вам за идею. Да, действительно. Да, действительно. Но все-таки хотелось бы, чтобы соблюдалось это поочередность, потому что если нет, то тогда вот непонятно вообще, знаете, как функцилирует этот мир, как он функционирует. И одним, получается, можно, потому что у них ядерная дубинка, а другим нельзя, потому что там условно палестинская часть общества, она очень большая и имеют разные зоны влияния. Ну, вот такая какая-то картина. Ну, вы знаете, если вот по логике смотреть, то вообще даже надо было посмотреть тогда не в российскую сторону, а начинать с того, что Хамас ведь начал атаку 7 октября, и почему тогда боевикам Хамас не выписывается ордер. То есть сначала надо было выписать бы тогда движение Хамаса, ордера и руководство движения Хамаса, а потом уже можно было бы там говорить, а вот Израиль там превысил пределы возможной обороны в ответ на эти действия Хамаса. Но в любом случае посмотрим, потому что, опять же, это пока что только слухи. Вот когда возник юридический документ, мы тогда будем его обсуждать уже по-настоящему. Согласен с вами. И вот такая ещё новость. Мин Таджикистан вручил послу России ноту против ущемления прав таджикских граждан. Тут тоже какая-то такая разворачивается интересная история. Действительно ли она настолько интересна, как может показаться, потому что там эти ущемления в принципе были всегда, а сейчас они обострились достаточно серьёзно, и там ещё не выпускают из аэропортов какие-то там списки чёрные. В общем, очень мутная ситуация, но мы видим, что Таджикистан сопротивляется. Ну, вообще история давнишняя. Я имею в виду, вы правильно говорите, что преследования и дискриминация всегда-всегда были. Но проблема заключается в том, что экономически для большинства стран Центральной Азии российский рынок труда является главным рынком, потому что в Таджикистане, говорят, четверть населения в Российской Федерации работает. И поэтому, естественно, когда такая зависимость от этого внешнего рынка труда, то, естественно, для страны довольно тяжело от него отказаться. И, откровенно говоря, вот я эту вещь рассматриваю тоже как положительную вещь, потому что Центральная Азия уходит, пытается уйти из-под российского влияния. Мы видим это в Казахстане, мы видим в Узбекистане, мы видим во всех, кстати, в том же Таджикистане Рахмон, я вам напомню, пару лет тому назад, даже там ссорился с Путиным, говорил, что типа Путин по-прежнему рассматривает республики Центральной Азии как среднеазиатские республики Советского Союза, которые чуть не входят в Российскую Федерацию, что, в принципе, экономически правда была, потому что эти республики очень сильно зависят от российского рынка по экспорту и по импорту и по рынку труда. И на самом деле все эти истории они тоже это хорошие вещи, потому что они помогут странам Центральной Азии быстрее и легче уйти из-под российского влияния, потому что там есть довольно много консерваторов, которые держатся за это влияние, которые держатся за связи с Российской Федерацией, вместо того, чтобы переключаться на каких-то других партнёров, там, Китай, Турцию, там, ещё какие-то партнёры. И вся эта история, когда на таджиков повесили теперь клеймо террористов и любой таджик на территории Российской Федерации теперь нежелателен, это сподвигнет Таджикистан искать какие-то другие выходы и какие-то другие партнёрские отношения. И, с другой стороны, это очень положительная вещь для нас с вами, прежде всего, и прежде всего для Украины, потому что Российская Федерация без этих таджикских рук не сможет организовать свою экономику. У неё не хватает, катастрофически не хватает рабочих рук, потому что Путин сам убивает работоспособное население, он его отправил на мясо в Украину. В результате появился такой вот заменитель в виде эмиграции из Центральной Азии. И если теперь они по идеологическим мотивам, а эти мотивы чисто идеологические, то есть там, понятно, патриарх Кирилл мутит воду, там Патрушев мует воду, то есть люди, которые такие, русские националисты, которые говорят, что мы типа можем обойтись и без этих чучмеков из Центральной Азии, то вот на самом деле Российская Федерация не сможет обойтись без них. и если она захочет без них обойтись, то это для нас будет очень хорошо, потому что её экономика будет падать гораздо быстрее. Сергей, как всегда, было очень интересно. Вам спасибо за ваши ответы, что отвечали на мои вопросы. Рад был вас слышать и желаю вам хорошего вечера. Спасибо взаимно и привет всем нашим зрителям. Редактор субтитров А.Семкин